Здравствуйте! Эфир телеканала «Салям» продолжает новости Акьярского телевидения. С вами я, Маргарита Тихомирова. Сегодня в нашем выпуске. Сегодня по всей России празднует Международный женский день. Праздничные мероприятия в Хайболинском районе. Своих не бросаем. Благотворительный концерт в поддержку военнослужащих, находящихся в зоне СВО в селе Акьяр. Отчетно-выборная конференция региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана» по Хайболинскому району. В селе Акьяр Хайболинского района прошел спортивный праздник «Зимние игры-2024». Сегодня мы отмечаем первый весенний праздник – Международный женский день 8 марта. В этот день женщинам дарят цветы и подарки, чтобы выразить свою любовь, уважение и благодарность. В преддверии праздника по традиции в каждом населенном пункте Хайболинского района проходят праздничные мероприятия. Подробнее далее. Женщина – удивительное создание. Она является хранительницей домашнего очага, заботливой матерью и любящей женой. Женщина способна вдохновлять мужчину на подвиги и свершения, а также поддерживать его в трудные моменты жизни. Матери, жены, сестра – надежная опора и крепкий труд для бойцов, участвующих в СВО. Несмотря на трудности, они сохраняют крепость духа и верят в победу. В Оренбург призывался, в Гае он живет. Второй год уже он с СВО. Ну, настроение на 8 марта. Пока все хорошо. Голи, товары. Сам будет. Летко, но будет. Скорее, чтобы возвращались, ждем. Ждем, очень ждем. Поздравляю дорогих женщин, дорогих мам, бабушек. С этим прекрасным праздником желаем всем здоровья крепкого, счастья, несеннего настроения, всего самого доброго и наилучшего. В районном доме культуры прошел праздничный концерт для жен и матерей участников специальной военной операции. С теплыми словами прекрасную половину района поздравил глава администрации Хайбуллинского района. В своем выступлении Рустам Шарипов отметил особую миссию женщин, которую они выполняют в обществе, и поблагодарил за стойкость, веру и надежду. Поздравление мужей и сыновей стало самым волнительным моментом праздника. Поздравление мужей и сыновей, которые они выполняют в обществе, на мероприятии звучали нежные песни о маме и женщине. Они наполняли душу радостью, восхищением и дарили позитивные эмоции. Зрители аплодировали и подпевали. Гармоничные, изящные танцевальные номера коллективов восхищали. Каждый номер был наполнен энергией и теплотой. Атмосферу праздника и хорошего настроения создали рукодельницы района. Мен куберак башқыртса, стилештерліген емлер үшлейм. Айбардыр тушілдеректер, мені тушілдеректер емлер күндерге. Безболкаларға, футболкаларға үреттер түшірем, краскалар мінам. Олымынан мен ике елтира жығырланам. Наушындай төрлі күргатымаларға еріем, иштерімді сағарам. Дұр әхмәтінде, мені өді бүткілік берік күсірішті ұлтырған күсілермен аралашу, дендендер күс біре. Құшан ұспар. Аллах бұлға, барығыла хайбетті. Құшан ұлтырған күсіпті. 2024 год в Республике Башкорстан объявлен Годом заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. В рамках года в Хайбуллинском районе продолжается благотворительный марафон «Большое сердце». Сегодня исполнилась мечта Батыра Султангулова из села Целинэ. Мама Дилара не сдерживала слез от радости. Примите заветную мечту вашего сына Батыра. В Историко-Крайвеческом музее прошел вечер отдыха в честь прекрасных дам для женщин с ограниченными возможностями здоровья. Шуточные конкурсы, поздравления, подарки. Встреча подарила море положительных эмоций. Вероприятие стало прекрасной возможностью собраться вместе, пообщаться, поделиться опытом и просто хорошо провести время. Был сара шултеклин мотор уйдет, мемкинметтен файдаланы. Бег икхлас, менде кушылам. Катын кызлар куны бек мотор бай, ялғы байрам. Аллаха шюкер. Элэ беде мина музейга сақырдылар. Бек икхлас куңілден рэхмет етебет. Катын кызларға бинда үшлеген катын кызларға рэхмет, дур рэхметімді білдирам. 8 марта праздник весны, красоты и внимания к женщинам. Хотя история праздника уходит корнями в XIX век, но значимость этого дня все еще сохраняется и сегодня. Женщина – это цветок. Ее призвание – нежность и красота. За проявленную заботу и внимание к ней она дарит вас теплом и любовью. Нурья Байгужна, Венер Тулубаев, Гульнасурина. Служба новостей. Село Ак'яр. В районном Доме культуры село Ак'яр прошел благотворительный концерт в поддержку бойцов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Организатором мероприятия выступила башкирская эстрадная группа Нефтекамской государственной филармонии. Взрослые, дети, старшее поколение хайбульдцев никто не остался в стороне. Жители района пришли поддержать земляков. Концерт получился ярким и насыщенным. В этот вечер зрители и артисты объединились в едином эмоциональном порыве, стали одним целым. Для военнослужащих важно знать, что они не одни, и вместе с ними целая страна. Сила жителей республики в умении поддержать друг друга, вовремя протянуть руку помощи. Все средства, вырученные от продажи билетов, направлены на закупку гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции. Мы в Филармонии. Зрители принимают хорошо. В основном у нас идет программа про родину. Мы объясняем, рассказываем, что нужно любить, чтить родину, помнить свой язык, свой народ. У меня родной брат сейчас находится тоже в этих местах. И желаю бойцам самое главное здоровья – беречь друг друга, помогать друг другу также. Неважно, какой национальности, все мы в этот момент, в тяжелый момент друг другу, как родственники, как близкие. Самое главное – терпение и здоровье. Возвратиться живыми и невредимыми. На днях состоялась отчетно-выборная конференция региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана» – отделение Хайболинского района. Деятельность организации охватывает самые разные сферы жизни. Прежде всего, это культура, сохранение ее традиционных основ. В Хайболинском районе общественная организация состоит из районного совета общественной организации и 12 первичных организаций сельских поселений. На мероприятии приняли участие заместитель главы администрации по социальным вопросам Роза Расимбетова, делегаты из разных областей, работники культуры, образования, представители духовенства. В Хайболинском районе мы знаем, что на сегодняшний день ведут работу три национальных организации. Конечно, эффективно их намного больше, но мы знаем, что есть Курул Тайбашкир, Собор русских и Канаш Чувашин. Это представлено только в одном населенном пункте, но, по крайней мере, работа там ведется. Мы убеждены, что подобные общественные национальные организации, они должны существовать. И очень отрадно, что в Хайболинском районе в свое время эта организация свою работу начала и вполне успешно сегодня работает. В ходе мероприятия участники заслушали отчет о проделанной работе за прошлый год. Благодаря усилиям членов отделения были проведены концерты, выставки, лекции и другие мероприятия. На встрече был переизбран состав районной общественной организации. Председателем отделения Хайболинского района избрана Мария Голубцова. Также на конференции были избраны члены Хайболинского отделения Собора русских Башкортостана, делегаты 6-го съезда региональной общественной организации Собор русских Башкортостана в городе Уфа. На мероприятии были определены планы на ближайший год. Мы как родители, уже как взрослое поколение, мы обязаны детям привить любовь к Богу, любовь к русской культуре, к русскому языку. Значит, уже в этом году мы возьмемся за это. И организую я, как уже вот эти лагеря, которые мы, лагерь детского духовно-нравственного направления, дружба, который мы проводим на базе нашего клуба, буду делиться опытом с остальными клубами и будем проводить подобные мероприятия, чтобы дети наши знали веру. Это даже пусть, если это не христианство, если это мусульманство, да, но дети должны знать. Ежегодно в Хайболинском районе проходят традиционные зимние игры. Важно отметить, что это мероприятие стало одним из любимых праздников не только для хайболинцев, но и для жителей соседних районов и регионов. Обширная и интересная программа зимних игр 2024 порадовала и в этом году. Подробнее в материале моих коллег. Несмотря на морозную погоду, на стадионе «Урожай» села Акьяров было достаточно жарко. Праздник спорта, дружба, зимние игры встретил жителей и гостей района с распростертыми объятиями. Угощением сегодняшнего мероприятия стал курбан-аше, плов с бараниной, пожертвованный ради благополучия бойцов и скорейшего завершения СВО. Праздничные настроения добавили выступления самодеятельных артистов районного дома культуры. В этот день каждый смог найти себе занятие по душе. Турнир по стрельбе из лука «Моргануксе» поразил костюмами участников. Башкирские всадники издавна славились не только умелой ездой на лошадях, но и своей меткостью. Отличный результат показала и семья Исламовых из Училинского района. В 19-м году мы работаем в пенсия. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Но это никого не остановило. Участники смогли успешно финишировать. Сегодня мы пришли на такое замечательное мероприятие, зимние игры. Очень интересные скачки. Дети очень интересно наблюдают, им интересно. За всех болеем, за всех. Всем желаем удачи, победы и много-много еще соревнований. По итогам соревнований в первом заезде, ловко преодолев дистанцию, победителем стал Ильфат Мамбетов из села Степной Хайболинского района. Агист Азидинов одержал победу во втором заезде. Гость из Бурзианского района Фидан Салихов стал победителем в четвертом открытом заезде Бэйге. Наравне с опытными наездниками на соревнованиях приняли участие и молодые садники. Десятилетний Баримин Небаев из деревни Юлух Баймахского района смог даже опередить своих старших соперников. Ему не было равных в третьем заезде. Шесть лет катаюсь, четвертый в кашках участвую. На первом заезде второе место, на втором заезде тоже второе. И вот это заездие первое место. Любители железных коней приветливо встретила площадка, подготовленная местным обществом ДОСАВ по фигурному вождению автомобиля. Один из участников успешно преодолели преграды – змейку, парковку, въезд в гараж и разворот. Выполнив все задания за минимально короткое время, самая лучшая оказалась Зилья Абдрахманова из села Акьяр. На этом конкурсе я стараюсь участвовать каждый год. Позапрошлом году я заняла второе место, а в этом году первое место. Чтобы проходить этот участок, надо желание знать правила дорожного движения и внимательность. Стаж вождения у меня 12 лет. Не менее интересные соревнования состоялись и на реке Тоналок. Для любителей лыжного спорта организаторы подготовили специальную трассу. Сюда съехались не только лыжники Хайбуллинского района, но и гости из соседних городов и регионов. Соревнования проходили в разных возрастных категориях, начиная с самых маленьких участников и заканчивая опытными спортсменами. Лыжники приехали со всего района, также с города Сибай, Баймак и Гай Оренбургской области. Активно участвуют Акерские школы, студенты Горного колледжа. Также проводим сегодня соревнования среди производственных коллективов. Выставили команды, свои команды, трудовые, производственные коллективы, учителя. Все сегодня померятся силами, покатаются, насладятся замечательным праздником. В такой погоде, я думаю, главное настроение – это энтузиазм. Желание встать, прийти, если даже никто тебя не заставляет. Но настроение спортивное, боевое. Погода очень хорошая, очень хорошая. Но зная тоже хорошая, мне понравилась. Вот только одно не понравилось, то, что гурок нету. А так нормально. Зимние игры 2024 прошли на высоком уровне. Мероприятие показало, что в Хайблинском районе уделяется большое внимание и есть хорошая база для развития различных видов спорта. Нурья Байгужина, Маргарита Тихомирова, Венер Тулубаев, Ельнур Крымгужин. Служба новостей с селу Акер. Накануне на Акерском водохранилище можно было увидеть множество рыбаков. Которые устроились у своих лунок с удочками. Фестиваль зимней рыбалки в Хайблинском районе проходит ежегодно. О том, кто поймал больше всех, смотрите далее. Минувшие выходные на Акерском водохранилище состязались в мастерстве участники ежегодного фестиваля зимней рыбалки. 57 рыбаков из Баймакского и Хайблинского районов, Оренбургской области и города Сибай. Многие считают, что женщине на рыбалке не место, но они точно ошибаются. Анастасия Турушева разрушает все сложившиеся стереотипы. Мало того, что на соревнования она приехала вместе с мужем и двумя дочками, так еще и дала фору бывалым рыбакам, став победительницей соревнований в номинации «Женщина-рыболов». Походы, рыбалка. Обычно на летние, вот в этом году зимние начали рыбачить. С семьей целой, в первый раз на конкурсе рыболовном. А так обычно на летние ездим. Соревнования и конкурсы разные. Я поймала лунку. За время соревнования разрешается делать неограниченное количество лунок. Главное – в пределах отведенной территории. Пока в одном месте рыба подкармливается, в другом идет клев. Семья Хакимов – потомственные рыбаки. Приехали на фестиваль из деревни Старосубхангулова Бурзянского района. Заодно навестили своих родственников в Хайболинском районе. Раяс Хакимов стал победителем в номинации «Самый большой улов», а сын Айман – в номинации «Лови и пой». Требования для маленьких рыбаков наравне со взрослыми. Юный рыбак считает, что главное для ловли – выбрать место поудобнее. Здравствуй. Как улов? Нормальный. Когда мы приехали, у моей мамы сразу рыба поймалась. Вообще я всю жизнь рыбачиваю. Как скажем. У меня отец рыбак. Рыбачит. Брат рыбачит. Как скажем, с удочкой родились. Сюда вот первый раз. Впечатление хорошее. Окунь хорошее. Искать надо, не сидеть на одном месте. Потому что окунь, рыба подвижная, чуть-чуть проморгал временно. И проморгаешь, и рыба уже с месту. Он сошел уже. Соревнования длились два часа. При подведении итогов решающее значение имеет не количество пойманной рыбы, а общий вес улова. Семья любителей рыбной ловли Турушевых поймала 2 килограмма 795 грамм. Призовых мест на всех не хватило, но никто не расстроился. Главное, провели время на свежем воздухе, занимаясь любимым хобби. Участием в фестивале многие рыбаки завершили нынешний сезон подлёдной ловли. Маргарита Тихомирова, Ильнур Крымгужин, служба новостей, село Акьяр. В преддверии самого весеннего, самого красивого и нежного праздника в году слова восхищения и признательности в адрес прекрасных девушек и женщин звучат во всех уголках страны. Этот праздник – ещё один повод для мужчин, чтобы выразить свою любовь и признательность. Мужчины Хайболинского района готовы сделать для своих женщин многое – одарить цветами и подарками. Подробнее в сюжете далее. 8 марта – это настоящий праздник весны и женской красоты, нежности, мудрости и внимания. Особое место в Международный женский день занимают цветы. Больше всего берут розы, хризантемы, кортензии. Ажиотаж уже начинается с 5-го числа по 7-го числа, а 8-го уже меньше народу. Мужчины заказывают букеты вот такие вот, и другие у меня были, сейчас разобрали, их нету. Накануне праздника в цветочных магазинах не протолкнуться. Торговые точки стали горячими, их атакуют мужчины. Не жалея сил и потраченного времени, мужчины выбирают цветы для того, чтобы вместе с красивым букетом подарить радость прекрасной половине. Мужчинам порой приходится отдать цветочникам целое состояние. Поздравляю наших дорогих женщин с 8 марта. Желаю вам долгих лет, счастливых, много здоровья вам, счастья. Женщин с 8 марта. Желаю, чтобы вас всегда любили, чтобы всегда были красивыми. Спасибо. Я хочу, чтобы вы были, чтобы вы были, чтобы вы были, чтобы вы были, чтобы вы были. Будете радовать вас? Ну вот, думаю, цветы или мороженое купить. 8 марта одних букетов может быть недостаточно. Чтобы мужчины не ошиблись с подарками, мы решили узнать у женщин, чего бы им хотелось получить в этот день. Меня порадовала плойка для волос. Девочки же. Не только на 8 марта, а вообще я хочу во всем мире, чтобы был мир. Хочу, чтобы все женщины мира были счастливыми, чтобы эти цветы красивыми были, ухаживали за собой. Что бы хотели на 8 марта получить в подарок? Цветы. А еще? А еще? Что-нибудь нужное для хозяйства, для женщин? Что еще? Машину большую, чтобы везде проезжала. Вряд ли подарят. А чем еще мечтаете? Так, ну о чем? Обязательно права, чтобы получить машину. Поздравляю вас с наступающим 8 марта. Я поехала учиться. Какой-нибудь сюрприз. А еще? Ну и что-нибудь сладенького, красивого цвета. И ты, конечно. Что вы желаете? Себе и всем женщинам? Во-первых, не болеть. Это обязательно. Быть всегда красивыми. И чтобы их любили. Главное, чтобы было в мире мир, счастья, любви, благополучия. В организациях у каждого коллектива свои традиции. Где-то просто накрывают сладкий стол, кому-то покупают подарки, кто-то поет песни и дарит хорошее настроение. Поэтому не обижайтесь на мужчин. Главное, что они нас любят. Зачастую мужчины задаются вопросом, как в современном мире женщины успевают все. И за собой ухаживать, и детей растить, и карьеру строить. Причем делать это так увлеченно и ответственно, что все достойны признания и наград. Очень замечательные хайбульские женщины. Красивые, добрые, женственные, очень трудолюбивые. Дорогие женщины, поздравляем вас с 8 марта. Желаем всех благ, благополучия, здоровья, успехов в жизни. Так держать вперед. Дорогие женщины посвящают каждой женщине Хайбульского района. Будь всегда красивой и беспечной. Черт у себя домашние дела. Чтоб мужчина думал, каждый встречный. Ах, какая женщина прошла. И про макияж не забывай. Даже если ты идешь домой. Чтоб мужчина думал, каждый встречный. Ах, какая дама, боже мой. Этот день всегда олицетворяет любовь, мечту и надежду. Наши женщины, любящие, ценят мир, дают жизнь и оберегают эту жизнь. Они умеют ждать, чувствовать и любить всем сердцем. Акьерское телевидение присоединяется ко всем поздравлениям. И пусть каждый день, милые дамы, приносят вам только радостные события и положительные эмоции. Маргарита Тихомирова, Венер Тулубаев, Гульнассурина, служба новостей, село Акьер. Рубрика 02 сообщает. С 26 февраля по 3 марта 2024 года в дежурную часть отдела МВД России по Хайболинскому району поступили следующие сообщения. Три дорожно-транспортных происшествия без пострадавших зафиксированы в селах Акьер-Бурибай. Автомобили получили механические повреждения. За управление транспортным средством в нетрезвом состоянии составлены протоколы об административном правонарушении в отношении жителей села Акьер, Степной и деревни Мамбетова. В кинозале «Беркут» 7 марта состоялись две премьеры. Это мелодрама «Онегин» и комедия «Адам и Ева». Представляем вашему вниманию анонс фильма «Онегин». Евгений Онегин живет на широкую ногу. Балы, приемы, театральные премьеры и прочие развлечения, которые может предложить молодому человеку столица. Но светская жизнь давно утомила его. Потому известие о болезни живущего в деревне дяди он воспринимает, как возможность сбежать от опостылевшего света. Онегин забирается в имении. В бесцельном одиночестве Евгений живет до тех пор, пока в соседнем имении не объявляется вернувшийся из-за границы Ленский, который знакомит Евгения с сестрами Татьяной и Ольгой Ларинами. Комедия «Адам и Ева». Марина и Виктор – единственные оставшиеся люди в огромном городе, возможно, на всей планете. После того, как герои худо-бедно обустроили быт, перед ними стал куда более серьезный вопрос – экзистенциальный. Как возродить человечество, особенно если учесть, что они не нравятся друг другу. Ждем всех в кинозале «Беркут». На этом наш выпуск подошел к концу. Выпуски новостей и сюжеты смотрите в наших социальных сетях. Всего доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok